В России стартовал период досрочной сдачи ЕГЭ. С 23 марта по 14 апреля. У выпускников прошлых лет и всех желающих будет возможность пройти государственную итоговую аттестацию. В этом году, как и в прошлом, самые популярные предметы у участников – общество знаний, история, биологии и физика. Первым предметом стала информатика. Телефоны, сигнализацию, все в кортке. Коротко вышло сюда. На первом досрочном ЕГЭ по информатике всего пять участников. Но порядок проведения стандартен. Пост досмотра, регистрация, специально подготовленный кабинет с камерой онлайн-видеонаблюдения. Предусмотрен отдельный кабинет для медицинского работника, средств массовой информации и общественных наблюдателей. Мы выявляем, чтобы не было нарушений на ЕГЭ, ОГЭ, НГВЭ. Чтобы не было телефонов. Чтобы было всё произведено по правилам. Чтобы выпускникам было удобно сдавать экзамены. Право досрочно сдать ЕГЭ имеют выпускники прошлых лет и учащиеся средних профессиональных учреждений. В этом году таких желающих 44 человека. Они сдадут государственную итоговую аттестацию по десяти предметам. Отведённое время для экзамена от трёх часов. В зависимости от предмета. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена увеличивается на полтора часа. Первый раз в этом году выпускники прошлых лет сдают государственную итоговую аттестацию на досрочный период. В основной период они могут сдать только по уважительным причинам. То есть период с 23 марта по 14 апреля – это новинка, так скажем, этого года. Результаты по информатике будут известны 4 апреля. Далее – согласно графику, который можно найти на сайте Рособорнауки. Кроме того, на сайте можно узнать минимальное количество баллов для получения аттестата и поступления в ВУЗ. Эта информация актуальна и для выпускников нынешнего года. До основного этапа ЕГЭ осталось чуть больше двух месяцев. Есть время подготовиться. Первый экзамен состоится 29 мая. Последний – 1 июля. В этом году единый госэкзамен в Ненецком округе сдаст 251 выпускник, в том числе ребята из отдаленных населенных пунктов округа.